Келаем, что нельзя одевать келаем, нельзя одевать одежду, которая сделает шаатнеза, смесь лиона с шерстом. Но при этом можно, например, сделать парохет, которая для синагоги, для Арун-Кодеша, где есть парохет, парохет может спокойно сделать от Келаем, поскольку человек это не одевает, и в этом еще второй момент, нет в этом что-то неправильное или что-то несвятое, есть или давамы гуне, тоже нельзя это назвать, что-то неуважительное. Почему? Поскольку Тора только запретила это одевать. Я хочу возвращаться, это будет, по-моему, будет последний урок в отношении шаатнеза. Я начал, когда я говорил про шаатнеза, я говорил, что хотя это хок, хотя это является закон без объяснения, есть мишпад, это закон, понятный закон, хок, это закон без объяснения, но на самом деле есть какие-то объяснения по Кабале, из-за того, что все вещи не захотели до ноя, до ноаха, что человек использовал для своих целей и животных, и только растений, и только после потопа, после Мабула это было разрешено, нельзя это смешивать. Почему? Поскольку смесь, это показывает, что это одно тоже. На самом деле это лекатхиля, это бедев, так говорит Давида Коэн. Поэтому очень интересно, почему на самом деле мы знаем, что бедей Коаним, униформы, которые одевали священники в храм, там были шаатнез. Почему, если шаатнез плохо, почему Коаним могут одевать шаатнез? Поскольку это, мы знаем, что даже Адам Аришон и Каин, и Эвел, они принесли жертвы. Жертвы принесли. Сколько они принесли жертвы, это еще до ноаха. Поэтому, когда касается душа, тогда нет проблем шаатнеза. Это тоже объясняю, почему, когда в отношении цицид, наши мудрецы понимают, что когда одевают цицид, раньше ткань цицид или талит был из зеленой шерсти, или, извините, из зеленой зеленой, но тахелет, это грубое, нитка сделана только из шерсти. Нельзя было это сделать в другом материале. И разрешили это сделать именно от шаатнеза. Опять показывает, что когда это касается мудреца, тогда нет проблем шаатнеза. Естественно, только мы видим, где куанин, одежды куанин, и сегодня в цициде у нас нет, поскольку тахелет, которого у нас нет, хотя есть, который одевает тахелет. Вы знаете, что наш глава ешивы, глава ешивы Торас Хайма, Равельяу Тавгер, говорит, что он нашел именно тахелет, который использовали во время храма, который был потерян в течение больше тысячелетия. Поэтому есть большая дискуссия, есть, которые согласны с этим, не согласны, есть главные равнины Израиля. Ецарка Леви Херцог тоже написал свой докторский тезис на этом теме. И потом Раджини Ребе тоже одевался. И все они считали по-другому, каким образом надо сделать. Тахелет, опять, это не из растений, тахелет делится из какой-то дары и моря, который морское, моллюска, который использует, есть какая-то определенная техника и так далее. Это тоже название археологии и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, тахелет, это надо тоже обратить внимание, что это не был шатнес сегодня. Но при этом шатнес только запрещено одевать, использовать шатнес для других целей, как какие шторы или на порох это, в этом проблемы нет. Продолжение следует...